запись лобасов тоже поздравляет мне в нашей мужики еще есть так валерия тула с праздником и что не вырастет и что не вырастет дерево из неполноценных почек при прививке а павел отличный вопрос помните я говорил есть в принципе ну в двух словах буквально из почек полноценное из клеток которые имеют свойство дерево спасается именно таким образом то что мы видели это и обрезал а еще есть просто облом с почки пойдет да еще пойдет даже со спящих пойдет а в какой-то момент оказалось что а их нету почек и тогда лезут из клетки но все что лезут из клетки это вторичное доказательство вот мне нравится вот спасибо вам не вздумайте исчезать никуда и побольше таких вопросов значит павел смотрите ну про речки доли вы знаете да что это а здесь я беру уже статистику допустим ну как так я железу и друг попер на всю науку вот эта гигантская наука с его микроклонированием десятки лабораторий все наверное еще много как диссертации много этих потом перешли на промышленностов как начали а их клепают это же их не надо думать проснется семечка или нет я рассказывал у Сергея один год вообще где-то слива не взошла а ведь это не может быть она не взошла а здесь то все прекрасно лабораторные условия с лучшего дерева которое прошло всю эту экспертизу которая не найдена никаких этих самых бактериальных болезней все садов нету вот вы сейчас задали вопрос новый вопрос это значит что вы сами не знаете возьмите на себя не просто знаете быть критиком легко этого не может быть потому что ему павел пожалуйста вот их кучу сайтов этих только наберите микроклонирование найдите хоть одно взрослое дерево из десятков и сотен тысяч наверное уже из миллионов я не нашел я уже просил Елена Александровна Савинча она опять она сейчас в Новосибирске там фотографии говорю привезешь тысячу фотографий мы тебе дорогу оплатили частично вот и что вы думаете я очень хочу увидеть тогда я скажу что из миллиона дерева одно получилось теперь мы берем с него внимание вот это микроклонирование и почки на дерево которое я показывал это одно и то же и то из идет из этих из этих при микроклонирование берутся клетки и на дерево обрезанном тоже вырастает я их называю вторичный второй сорт вот пожалуйста если найдете такое взрослое дерево я бы посоветовал хозяину а вдруг кто-то с дуру-то вырастил а вдруг выросло взять веточки и с этих веточек взять уже с почки с почки и глядишь все-таки что-то какой-то сад получится вот но сам говорю я не верю что из тысячи даже одно дерево вырастет по отношению так уважаемый Валерий Константинович здравствуйте пожалуйста подскажите можно ли привить персик на абрикос персики капризные не проклевываются с косточек можно ли определить ну давайте другой раз вот вы мне напишите как порастеньте с косточек персики и будет отдельно фотографии все сейчас уже сами видите время выходит я буквально коротко на этот персики капризные но я цепляюсь к вашим словам не проклевываются проклевываются можно ли определить дичок сливы по форме листа чтобы не знать надо ли привить корневые а тросики сливы корневой тросик это тоже как мама что там гадать то посмотрели на маму это у людей да есть еще папа папа младен мама брюнетка а ребенок рыжий сидит мужик и думает что у меня соседи рыжие а здесь все по другому здесь корневой отводок это часть дерева мамы и не надо вам тут гадать про листья какие теперь так можно ли привить перси на абрикос нет не можно нет нужно так растет в климате где зимой температура 10 дней ниже ух ты где ж это такая абрика тогда нашли есть идея сделать два дерева в одном привить два разных сорта вишни на корневой тросик где два ствола в основании растут как рогатка будет ли один ствол доминирует конечно будет что вы вы найдете двух одинаковых людей конечно будет каждая почка личность именно по это мне помогло сделать мировое открытие павел привет мировое открытие цепляйтесь ко мне что чем она заключается каждая почка имеет индивидуальность а нас больше интересует морозостойкость я благодаря тому что каждая почка индивидуальность после длинных наблюдений пришел к выводу что существует я их назвал открытие мирового уровня скромного вы же сказали что я это не скромный я такой буду мировое открытие то есть селекционное клонирование существует каждая почка имеет кроме всего прочего свою не только индивидуальность в том числе и морозостойкость а значит мы можем продвинуть на серию на серию с помощью селекционного клонирования железово никто пока не претендует на это железово вы там бы и возмущались а здесь как обозначить как иванова а иванов не знает ничего петрова в общем поняли да значит получается так каждая почка индивидуальность поэтому у вас обязательно в этой рогатке а плюс еще качество прививки одной лучше привез а другой хуже привез в результате получается что они получатся обязательно разные вот и все ничего страшного бывает похоже одинаково но со временем все равно они начнут конкурируют друг с другом ну а выводы делайте сами так теперь дерево из клетки вырастет и окрепнут со временем тоже будет не не будет вот это запасной вариант деревья не такие уж вечно как нам хотелось бы если бы вы говорили так было бы давно вообще покрылась бы садами вот пожалуйста напишите мне письмо я вышел свою статью называется селекционное клонирование вот так а кстати вопрос по существу павел где вы живете варили надо фильм про вас как прямой фильм снять снимайте пожелания то какие сейчас разбежались а вот самое интересное я вам сейчас скажу это вам ответ я стараюсь как-то отвечать объективно два года назад уже понял что а уже надо уходить ну всякое бывает жизнь я думаю все даже более до весны было и еще может случиться это нормально я считаю возраст такой и вот я значит взял и нам это самое специальный фильм создал и там 300 этих не фильм а заставку и 300 300 своих фильмов фильмов не статьи фильмов я заслал внимание в 300 теле каналов по всей россии начиная московские все знаете несколько десятков потом шли ленинградские начиная с первого все потом пошли цызрань казань все областные все социалисты все вот сколько а я с утра до вечера думаю надо пробиться я значит а 300 фильмов 200 тысяч снято моей рукой я думаю где-то кто-то заинтересуется их же надо чем-то заполнять но фильмы все дебильные передачи все дебильные вы же видели вот хотите вот норильский пенсионер я бы не стал бы этого говорить но сравните разницу не один канал из трехсот а у них были электронные адреса куда я заслал так жато это чтобы дошло эти триста фильмов не сказал даже спасибо вообще два только написали что редактор в отпуске а потом видимо вышел и тоже полностью ничего зато отключая вот только держите так женщина зажмите уши как помните как заметно фирме председатель этот говорил с фронта вернулся бабы зажмите уши так вот сейчас зажмите уши идет тнт несколько дней назад вот вы где фильм снять а там передачи вы знаете там то ли комедии тнт это федеральный канал его смотрят во всех телевизорах не то что там кабельно не кабельно во всех вот и значит девушка молодая симпатичная рассказывает вот если значит только еще раз говорю зажмите уши у кого это а но это же нашу страну это миллионы молодежи смотрят смеются вы знаете вот мужчина значит поел это самое бананы вы представляете сперва у него со вкусом бананов а вот он поел апельсины а у него сперма вкус апельсины и там сидят эти красавицы звездочки вот эти вот и все хохочет вот вот а вы говорите вот это интересно да вот какая вкусу спермы а это центральный телевидение это несколько миллионов минимум просмотров тнт вы знаете что гтнт я ничего не выдумал а вы говорите фильм сейчас они побежали фильм снимать ну ладно пойдем дальше то разговорился так когда мы 17 лет назад купили этот участок на нем росли груша уссурийская ранее туральская наивная ухты мы начитавшись умником обрезали все ветки которые вовнутрь вниз навстречу и т.д. на следующий год у нас не было ни яблони ни груши хорошо хоть груша залат водки сгодились для ваших привоев а вот ранитку пришлось искать и восстанавливать ну ладно может это как там все забываю как а павел может не такой что тупой вот когда говорю что не надо резать так валерий запись будет ютубе этого семинара не получится праздник слушать целиком а не будет да будет только не на как чтобы вы именно увидели те кто я знаю я ничего этого не понимаю те кто подписан на канал те увидят так наливной а не наивной ох уж это ладно так здравствуйте время константинович север карьеры окажись бы волей судьбы на севере карьеры чтобы попробовать здесь выросли ой мой любимый вопрос как я влюблю короткое лето снег сходит 15 мая выпадает первый секунд сентября первые заморозки первые половые сентября так но это еще терпимо белая ночь и что по вашему мнению здесь вы еще можете послушать конечно с учетом того что есть доступ к вашим семянкам и семенам допустим есть доступ да уже то что я живу в сибири я все время сравниваю клемм знаете чем с москвой почему там тимирязевка вот открывай их сайт нихрена а это уже другой вопрос и получается как но я сравниваю погоду вот кто и когда была этот самый который устроил дискуссию между мной и кандидатом нового халимова когда устроил павел да помните там он с ним дискутировал а я потом моя была реакция что он говорит что у меня теплее чем москве да а потом цифры приводил цифры не я приводил павел как арбитр вот и там получалось разница огромная вот и получается в среднем у меня зима начинается на месяц раньше и кончается на месяц позже чем москве ну карелия для меня москва это все-таки ближе я не с вами скорее я с тем сравниваю чем постоянно сразу но все время меня интересовало почему они ни хрена вырастет не могут москве я же был ты меряйте я был я рассказывал почему у них не получается ну вы уже знаете почему вот вам не взор уже ответил частично это уже ответил это одна из причин а здесь получается так я прошел полпути у меня персики хасанские не вызревали вообще вообще зиме приходили они еще вот такие вот вы знаете у меня фотографии честный человек вот поверьте я как тот человек который побежал жениться и женился а смотрите вот такие вот и зеленые с этого началось привыкают не навсегда не у них не в генетической это памяти вот но большинство и не должно привыкнуть но все равно отбор происходит взял начинайте с косточек одни сдохли не вызвали замерз и ваша задача это я пример с персиками только один привел дорогой друг алексей ваша тимур ваша задача взять количество вы ну вам все время я говорю вам приходится быть не просто обывателем вы берете тысячи косточек моих этих сыновья манджорса да у вас 100 выживет 50 30 дойдет до получать у этого то получилось стопроцентный результат где ну извините это челябинск тоже не африка я бы не сказал что у вас на севере карьеры климат жестче чем челябинске я с примерно одинаковым считаю но ваулина он же не просто он же пусть подтвердит этот самый наш общий друг значит немытов или или то что он мне говорю лично вот что ваши сеянцы а в этих самых сыновья манджорского абрикоса они феноменальны а у вас чего там будет не хватать может быть климат пришел же по душе он челябинскому но после вас все-таки чуть холоднее пусть чёточки но там наоборот у вас все даже белые ночи это какой-то все-таки плюс получается тысячу взяли становитесь селекционера у вас будет лучше сад карьеры автоматов и сколько я призываю я уже забыл каком году последний раз тысячу косточек у меня выписали а может быть тот самый товарищ который я фамилию не назвал который три года назад выписывал у меня косточек а сейчас санцами торгует вот может он ты еще выписывал а иначе никак вы думаете 10 косточек и выписали даже 3 дошло до плодношения через три года они погибли и все тут только один принцип вот вы спросили совета только количество только количество